Прошлая неделя была для России практически катастрофой. Одна из самых неудачных недель за 2024 год. Судите сами. Два удара по полигонам с построением с десятками погибших российских солдат. Сбитый А-50. Неважно, своими или чужими, но очередной дорогущий потерянный самолет, который очень пригодится России в борьбе с F-16, которые скоро прибудут в Украину. Также потери еще нескольких авиационных бортов, ну и очевидная ложь Шойгу про реальное положение дел на фронте. Все это заставило даже вроде бы уже присмиревшие Z-каналы, которые вообще практически не позволяют себе критиковать российскую армию, просто с проклятиями в адрес командиров и всего происходящего обратиться в своих медиаресурсах. Так что заваривайте чай или берите что-нибудь вкусное или крепкое, и в ближайшие полчаса вас ждет концентрированное отборное Z-нытье. Такого вы не видели давно, поэтому смотрите до конца. По каждому из этих поводов я думал даже сделать отдельный ролик с Z-нытьем, но я решил сделать настолько много было событий, печальных для российской армии, что я решил все это соединить в один ролик. И подведение промежуточных итогов двух лет того, что они называют СВО, и конкретная реакция на конкретные катастрофы, все это будет сегодня. Давайте переходить к Z-нытью, который я для вас собрал в больших-больших количествах, в том числе с помощью телеграм-канала «На западном фронте без перемен», который тоже любит собирать Z-нытье, но делает это в текстовом формате. Но начнем мы с вами с некой неудовлетворенностью Z-каналами того, что происходило последние два года. Я рассказывал, что часть Z-каналов очень радуется, что Россию не уничтожили, но их радость не очень понятна, потому что это Россия напала на Украину, и это Россия уничтожает там людей. Почему радоваться спустя два года своей агрессивной войны, которую вы хотели закончить за две недели, не очень понятно. И, собственно, на это указывают и некоторые другие Z-каналы, которые не настолько, видимо, под питомен обороны, или которые набрались смелости для того, чтобы на самом деле, не то чтобы по фактам раскидать, но как минимум поставить под сомнение успешность идущей прямо сейчас войны. Черный полковник Алкснес, давний соратник Стрелкова, их становится все меньше, как вы понимаете, сам Стрелков за решеткой, Мурс наложил на себя руки после травли со стороны охраноты, как их называют презрительно Z-военкоры, и вот один из оставшихся, это черный полковник Алкснес, который пишет следующие итоги двух лет войны со стороны России. Судя по отсутствию официальных победных реляций по этому поводу, даже в Кремле понимают, что праздновать нечего, и специальная военная операция находится в позиционном тупике, выхода из которого не видно. Моя оценка протекающей уже два года странной войны заключается в следующем. Первое. Ни одна из целей СВО, озвученных президентом России в своем обращении к нации 24 февраля 2022 года, за два года ожесточенных боевых действий не достигнута. Тем более зона боевых действий по сравнению с 24 февраля значительно расширилась, и Украина, помимо Донбасса, теперь наносит удары и по старым регионам РФ. Напоминаю, что он заявил той ночью, мной принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, сказал президент. Второе. Российская армия, невзирая на усиленное финансирование за последние 20 лет и активную рекламную кампанию по поводу якобы превращения ее во вторую помощь армию мира и перевооружения ее на 80% самым современным и лучшим в мире оружием на самом деле таковой не является и в зоне СВО воюет в основном устаревшим советским оружием 80-х годов. И невзирая на это, ложь о самой боеспособной в мире армии продолжает звучать из уст наших высокопоставленных руководителей даже через два года СВО. Третье. Невзирая на поддержку в настоящий момент большинством россиян цели СВО, но в обществе начинает нарастать усталость от отсутствия коренного перелома в ходе боевых действий и начинают звучать исконные русские вопросы кто виноват и что делать. А когда такие вопросы овладевают российскими массами, то ситуация заканчивается великими потрясениями, что наглядно показали события более чем столетней давности. А вот подведение не то чтобы итогов, но обозначение основной проблемы и ее очередное подтверждение со стороны затканала Старшей Эды. Очень хочется верить, что на третьем году СВО мы наконец-то в полной мере избавимся от обмана в докладах, шапка закидательства, существенно сократим такое явление, как наказание невиновных и награждение непричастных. Начнем ценить инициативу инициативных, а велохуев начнем воспитывать и наказывать за велохуйство. Будем всегда и везде добивать цель, а не просто фиксировать поражение, выдавая его за уничтожение. Работы предстоит еще очень много. Косность мышления и довоенный опыт, не имеющий никакого отношения к войне современного типа, до сих пор кое-где превалирует над опытом СВО. Также я надеюсь, что каждый от солдата до генерала поймет, что именно от него зависит исход битвы за Россию и ее место в новом мировом порядке, откинув крайне постыдную порочную мысль, что от меня ничего не зависит. Зависит от всех и каждого. Третьего не дано, заключает старший Эда. Ну, как видите, это вообще поразительная история, как относительно поразительная. Это традиционные двоемыслия, когда Z-каналы, в том числе перечисленные, являются и источником вранья. Вот старший Эда, например, обожает рассказывать, как уничтожили то, это вообще все везде закидали, но при этом без каких-либо фактов и подтверждений, и при этом они жалуются на постоянно неправдоподобные доклады и на то, что значит куча обмана. Это парадоксально. Что касается самой войны, то, конечно, речь не идет о спасении России в этой войне, речь идет об уничтожении Украины. Именно так поставил задачу Владимир Путин российской армии. И более того, развал России тем вероятнее, чем дольше идет эта война, потому что никто разваливать Россию не собирался, с ней торговали, с ней вели взаимоотношения, и все не то, чтобы было прекрасно, потому что Владимир Путин давно ее начал превращать в диктатуру и давно начал военную агрессию против других стран, но, тем не менее, никто не настаивал на развале или уничтожении России. Чем дольше идет эта война и тем больше угрозы представляет Владимир Путин и его режим для всего мира, тем выше вероятность, что Россия в итоге, в том числе в связи с внутренними процессами, в текущем своем виде существовать перестанет. Поэтому любой солдат, который заботится о России, который заботится о родине, который заботится о справедливости, должен немедленно накинуть оружие и пойти домой. Ну, или застрелить командира, который его посылает в бессмысленную очередную атаку. Подводит и свои итоги Роман Алёхин. В самой же войне меня гнетет то, что за два года не видно существенных изменений в управлении. Порой кажется, что она даже местами деградирует. У нас не было плана Б на старте, и я не могу усмотреть в действиях на фронте, чтобы хоть где-то начали разрабатывать план Б, не говоря уже о планах В, Г, Д. У нас как было взять к первому декабря условную Авдеевку, так и остается это главным, а может и единственным инструментом управления. Хотя есть еще один. Отчитаться о взятии заранее. Это, наверное, от инфоцыган пошло, которые советуют заявлять о сложно выполнимом в соцсетях, чтобы что-то там отточая. Хотя, может, это неправильное понимание китайского места смерти. Еще страшно то, что над ошибками не работают, и за два года не стало понятно, что если не ввести неизбежную ответственность командиров всех уровней, то ошибки будут повторяться и масштабироваться. И цена ошибок начала расти, как и в денежном выражении, так и цена в жизнях русских солдат. И третья глобальная проблема. Так и не заработал институт замполитства, а также не создан институт комиссаров, которые могли бы нести информацию наверх. Армейская бюрократия все сильнее закрывается, закрывая от сторонних глаз все ошибки и все проблемы. И это правильно, но в том случае, если внутри профессиональные командиры-управленцы, которые закрывают систему, чтобы сделать управляемой и эффективной, а не скрыть неуправляемость и неэффективность, а возможно самодушство и преступления. Во втором случае, такая система рано или поздно взорвется. Хорошую фразу услышал недавно, пишет Роман Алёхин. Жизнь станет невыносимой, если мы не будем понимать, что наши бойцы погибли не напрасно, но в итоге от нас зависит, напрасно они погибли или нет. А вообще, это очень странная война, которая длится уже два года, пишет Роман Алёхин. При этом удивительно, как опять же они делают вид, что они не понимают, что это не баг, это фича, что годы отрицательной селекции они приводят вот к такому результату. Более того, если бы были настоящие командиры, если бы были люди чести, которые давали присягу России, а не Владимиру Путину, они бы не позволили этой войне случиться, уже либо убрав Путина, либо отказавшись выполнять преступные приказы. Только такие действия могут соответствовать понятиям о чести и данной присяге. Поэтому действительно, для настоящего солдата, для настоящего патриота России не стоит вопрос о том, выполнять эти преступные приказы или нет. Надо ли идти уничтожать чужую страну или нет. Стоит лишь вопрос, как именно устранить того, кто преступные приказы отдает. Ну, а почему были так невеселы зет-патриоты 24 февраля? Казалось бы. Ну, вот там, не знаю, взяли Авдеевку, украинское контрнаступление не достигло своих целей. Чего не радоваться-то? Здорово же, да? Правда? Ну, то есть, боялись же, что российские солдаты побегут, как только заведят западные танки. А они не побежали. Большая победа второй армии мира. Объяснится все очень просто. Дело в том, что накануне 24 февраля сразу несколько произошло ударов по российским полигонам, где были скобления российских солдат. И, собственно, даже первый удар вызвал невероятную реакцию, потому что за два года как-то уже можно и уяснить, что не надо собираться всем в одном месте, иначе по вам прилетит просто вражеский боеприпас. Но как делала эта российская армия, так и делают. Я много раз говорил, что они не учатся на своих ошибках не потому, что тупые. Не думайте, что я пытаюсь представить, не знаю, российскую армию, российских офицеров как каких-то тупорезов. Нет. А потому что система донесения информации в диктатуре выстроена так, что гонцу, который приносит плохие новости, отрубают голову. Именно поэтому, в том числе, и Пригожин в какой-то момент стал не в фаворе. И, собственно, из-за этого наверх всегда поступают доклады, что все хорошо. А если наверх поступают доклады, что все хорошо, то, значит, поэтому эти прилеты по полигонам были и будут. Министерство обороны не сообщает о них. О них никто не сообщает. О них не говорит Путин. Опять же, у нас есть Украина, которая яркий пример обратного. Да, там тоже бывают прилеты по полигонам и по строениям. Например, вот где была 128-я бригада, и по ней ударили во время подготовки к награждению. Но после этого на следующий день об этом высказался министр обороны, а через день про это высказался президент страны Владимир Зеленский. И вот тогда, когда высказывается президент и министр обороны, публично все командиры мотают на ус, что делать так нельзя. А если про это высказываются только Зет-каналы, которые никакие командиры не читают, не читает Владимир Путин, не читает Дмитрий Песков и прочее, вся эта братья, значит, в Кремле, то никаких изменений, естественно, и не будет. Итак, что это был за прилет? Первый прилет по полигону. В середине дня, 20 февраля, украинские военные нанесли удар двумя ракетами РЗО «Хаймарс» по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области. Может быть, Трудовское. По словам военного, одного из военных, который был там, удар был такой силой, что разлетелись все. Раненых было очень много. Часть из них отправили в госпиталь Ростова-на-Дону, рассказал он. В момент удара военнослужащие 4-й, 5-й и 6-й роты бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа генерал-майора Олега Моисеева. И, собственно, нас, ну, вы наверняка про этот прилет слышали, мы и в сводках рассказывали, и много где еще, но нас же интересует сегодня нет, а нас интересует Z-реакция на этот самый прилет. Вот что пишет военный осведомитель. Остается только удивляться необучаемости отдельных лампасов на второй год СВО. Ну, не знаю, чему он удивляется, тут как раз все закономерно. Белорусский силовик добавляет, тот, кто устраивает построение на третий год войны, редиска, «Быть может, тех лиц, которые это делают, уже не впервые накажут? У меня все», пишет он. «Нет, их не накажут», белорусский силовик. «Мы все знаем, что их не накажут». Репортер Филатов добавляет, построение в семи километрах от ЛБС, линии боевого соприкосновения, прилет от украинцев и большие потери. Это смог академический долбоеб, зачеркнуто командаром. То есть, опять все винят конкретных командиров, не понимая, что это делают самые разные командиры. Просто потому, что так устроено это в российской армии, что есть, собственно, построиться перед командиром традиция, и нет обучения на ошибках, потому что они не уходят наверх. Какие-то уходят, какие-то нет. Эти не уходят, потому что тогда придется признать, что есть какие-то проблемы и кого-то наказывать. А в российской армии не наказывают командиров, потому что все приносят друг другу только хорошие новости. В ОНДВ написал также пост, который затем удалил, но тем он интересен. По поводу трагедии, вызванной очередным массовым построением, а по сути, очередным приступом военного долбоебизма и похуизма. Заметим, что Трудовское находится не в 7, а более чем в 30 километрах от линии соприкосновения, но это ничего не меняет, отвечают они как бы Филатову. Если кто-то до сих пор думает, что в 30 километрах никто не срисует построение личного состава такой численности, то смеем напомнить, наша БЛА в состоянии выявлять подобные мероприятия у противника на удаление от ЛБС до 50 километров минимум. Если можем мы, значит может и противник. Кроме того, никто не отменял агентурную и радиоэлектронную разведку. Построение в чистом поле такого количества людей все равно будет скрыто подготовленным жду. Мы уж молчим, что до сих пор многие военнослужащие беспечно пользуются мобильными телефонами и обмениваются служебной информацией посредством вражеского ватсапа. Ну, видимо, пост удален, потому что скрыто много... Понимаете, многие эти вещи Z-каналы пытаются скрывать. Пытаются скрывать количество потерь, компетентность командиров, обеспеченность связью и прочее, прочее, прочее. Но их прорывает в моменты какого-то сильного эмоционального переживания, когда Украина в очередной раз демонстрирует, что она за всеми российскими ошибками следит довольно пристально. И давайте Украине с этим помогать. Следить за российскими ошибками, наносить удары могут бригады, у которых есть оснащение, у которых есть дроны, которыми они наблюдают, у которых есть машины, для того, чтобы оперативно продвигаться. Поскольку Россия напала на Украину, то Украине, безусловно, постоянно дефицит ресурсов и по боеприпасам, и по всему остальному. Поэтому нужно, чтобы помогали не только другие государства, но и мы с вами. Неофициальный Безносов пишет. Интересно, а когда начнут наказывать командиров, которые устраивают построение личного состава в прифронтовых зонах? Я молчу про ракетные дистанции, но даже дистанции работы ствольной артиллерии дронов противника игнорируются. Почему такие необучаемые похуисты? А потому что кто же их накажет? Они же памятник. А вот что пишет наш любимый 13-й. Он думает, что если показать главного героя, то, не знаю, небо разверзнется. Хотя тысячу раз показывали всех этих командиров, ни на что это не влияло. Ошибки нет, парней построили из-за него. Знакомьтесь, это генерал-майор Олег Львович Моисеев, командир 29-й армии. Недавно про прекрасного командарма Моисеева, даже Соловьев снял репортаж. Уверен, что новоиспеченный герой ДНР сейчас будет защищать своего фронтового друга. Но факт останется фактом. Он устроил это построение, он погубил парней, пишет 13-й. Но нет, Соловьев не будет никого защищать, потому что никакое построение не будет обсуждаться вообще нигде за пределами Телеграма. Уже выучите это. Потому что российская армия нормально, что гибнут пачками солдат. Будут это мясные штурмы или будь это построение около ЛБС. Ну и это замечательная новость, потому что не будет исправления этого, будут наиболее эффективные украинские удары, которые будут все больше прилетать по российским военным. И если вы думаете, что это фигура Ричи, то нет. На следующий день был еще один удар. 21 февраля ВСУ второй раз подряд ударили по скоплению российских военных. На этот раз в Херсонской области. Да-да, около тех самых Крынок, которые Шойгу перед этим заявил, что Россия полностью значит зачистила и полностью захватила. Погибли опять же десятки человек. Говорят о числе 60. Собственно, при первом ударе погибло 68 человек. Это довольно много за один удар. Вот этот второй удар заключался в том, что как минимум три пуска было из РСО «Хайморс» по полигону вооруженных сил России в подокалиновке Херсонской области. Ракету ударили по подразделениям 328-го десантного штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты из Севастополя и также совсем недавно сформировано 81-го артиллерийского полка группы войск «Днепр». Это та, которая командует Теплинский. Обстрел произошел примерно в 22-27 километрах от населенного пункта Крынки на Днепре, за которой много месяцев идут ожесточенные бои. Погибших бойцов, вероятно, готовили на штурм этой самой местности. Обстрел произошел около 14 часов 21 февраля. По данным Рыбаря, бойцы скопились на открытой местности в нацпарке Олешкинские пески в 10-15 километрах от Крынок. Первый удар пришелся по построению войск, второй по оказывающим медпомощи раненым, третий по группе следователей, которая прибыла на оперативную работу на место трагедии, пишет Зет-каналы. ВСУ использовали для ударов реактивные снаряды М30А1 Джим ЛРС с вольфрамовыми шариками, пишет российский ресурс. Ну, судя по всему, в обоих случаях использовалось с какими-то поражающими элементами, потому что убитых солдат довольно много. И вот, пишет военный осведомитель, не успело пройти общее негодование от очередного удара Хаймерс по очередному бессмысленному построению личного состава в ДНР, как следом случилось очередное построение с очередным ударом, но уже в Херсонской области. И опять, конечно же, никто ни в чем не виноват. Просто наши солдаты сами очень любят ходить строем, стоять строем и в атаку ходить тоже строем хлебом. Не корми, дай чего-нибудь поделать строем, заключает военный осведомитель. Добавляет Грейзон. И полных суток не прошло, как в Волновахском районе Донецкой области противник нанес удар с применением корректируемых кассетных реактивных снарядов М30А1 ЖМЛРС к системе залпового огня М142 Хаймерс, где погибли несколько десятков наших русских солдат, а фотографии облетели весь интернет. И случилось все потому, что ребятам устроили на войне построение перед визитом генерала, который, конечно, после произошедшего не приехал. То, что это происходило всего в 20 километрах от тех самых крынок, лампасов не беспокоило. Это при том, что крынки штурмуются пятый месяц, и каждый командир, если он не тупорылый, должен знать, что противник имеет возможность летать даже на FPV на дистанции до 13 километров. Что уж говорить про артиллерию РЗО, для которых 20 километров это треть и четверть от рабочих дистанций. Снова погибли десятки русских солдат. Не знаю, сколько еще таких построений надо, чтобы что-то изменилось. Ведь это не только эти два дня, так на протяжении двух лет уже. Но можно рассказывать пока сказки про удар по противнику на полигоне под Селидово. Это моя любимая тоже история. Собственно, с этого канала там активно те самые, которые пишут, что нельзя врать, те самые каналы много рассказывали, что был какой-то невероятный удар по Селидово, где 1500 солдат вооруженных сил Украины погибло. Ну, это, ну, как бы, не надо быть военным экспертом, чтобы понимать, что это по определению. Хуйня и такого быть не может. Но вот как-то прям разгоняли-разгоняли, никаких кадров не показывали, никаких доказательств не приводили, зато разгоняли во. Ну, некоторые из этих каналов, не то чтобы к их чести, но тем не менее, все-таки говорят, что типа не надо так делать, не надо вот рассказывать о каких-то великих ударах, когда их и в помине нет. Ну, в общем, да, очередная фиксация того факта, что вот нихрена не работает, и удары как были, так и будут по российским построениям. Роман Алёхин приходит к такому же выводу, задаваясь вопросами о том, как работает управленческая система вооруженных сил Российской Федерации. Объясните мне, пожалуйста, есть вообще управление в этой структуре, если через полтора суток после потерянной полигоне под Волновахой мы получаем новые, существенные, небоевые потери на Херсонском направлении? Знаете, если управленец допускает одну и ту же ошибку, тем более в короткий срок, то его увольняют, потому что он считается неисправимым. Я просто не могу поверить, что после трагедии под Волновахой не был издан жесткий приказ с инструкциями, объясняющими, как действовать командиром во всех ситуациях, чтобы не создавать скопление бойцов. Хотя я даже не могу себе представить, что таких инструкций нет к окончанию второго года войны, пишет Алёхин. Но может быть проблема и совсем в другом. В неуправляемой системе проблема может быть и в том, что на многие места расставляют руководители не по навыкам и компетенциям, а по лояльности, а также для реализации коррупционных схем. В этом случае руководители, командиры, не умеют руководить, как им не обязательно это делать, так как они не будут отвечать ни за какие поступки, отвечать будут назначенные ими стрелочники, пишет Роман Алёхин. Видите как, к концу второго года войны Роман Алёхин начал понимать, что есть коррупция какая-то, что ставят каких-то людей по лояльности. Ну, глядишь, еще через год войны Роман Алёхин допитрит, что в Украине нет никаких нацистов, а единственный человек, который, собственно, грезит уничтожать как можно больше и украинских граждан, и российских граждан, это Владимир Путин. И все вопросы к нему. И это он является людоедом с раном, который является причиной огромного количества смертей, в том числе и этих построений. Но на это, видимо, Роман Алёхин еще время надо. В чем специфика любых зетников? Они очень медленно догоняют. К сожалению, нет специальных каких-то образовательных программ, которые позволили бы им быстро как-то взойти на уровень взрослых, адекватных людей. Поэтому, к сожалению, мы видим такое постоянное перемещение жопы по разным стулам. Интересный полет мысли зато возникает у этих людей. Например, Анастасия Кашеварова отмечает, что вообще-то, вообще-то, во многом, во многом, в том, что случилось, виноваты сами солдаты. Каким образом, спросите вы? Это очень неординарный ответ, в который включены в том числе и проститутки за 300 тысяч. Заинтригованы? Я тоже был заинтригован. Итак, что пишет Анастасия Кашеварова? Две трагедии, одна за другой. Гибель наших бойцов на полигоне под Волновахой, затем недалеко от крынок три удара по полигону и опять же много смертей. Если генералов и командиров некоторых война ничему не учит, они своим ором на солдат пытаются самоутвердиться, то сами бойцы должны включить голову и, хочется сказать, дезертировать или пойти на Кремль, но нет, другие рекомендации у Анастасии Кашеваровой. И сейчас хочу обратиться к самим бойцам. Ребят, от вас тоже многое зависит. Да, вы не можете изменить приказы, не можете сами выцелить себе снаряды, но есть подвластные вам вещи, которые значительно повысят ваши шансы на выживание. Построение в зоне боевых действий ради приезда высоких чинов или просто так это глупость, недопустимая халатность, возмутительное преступление. Я уже просто не понимаю, что это за дичь уставная. Вот мне тут Даня Безносов говорит, что построение это не уставная дичь, этого нет в уставе. То есть это личная тупейшая инициатива отдельных лиц. Берите автоматы, опять же хочется добавить и стрелять в ваших командиров, но нет, снова к другому выводу приходит Кашеварова. Но также, сколько раз я сама наблюдала картину, когда на линии боевого соприкосновения ребята паркуют несколько машин или БТРок рядом, чтобы перекурить вместе. Когда указываешь им на то, что это отличная цель для противника, машут руками, ой, да пофиг пронесет. Вот эта русская войс на всех уровнях и ведет к гибели. Или на том же полигоне, когда есть вариант не кучковаться, они все равно стоят толпой. Ну, до этого не прилетело и сейчас все будет ровно, цитирует она выдуманных солдат. И вот пришло письмо от инструктора с херсонского направления, говорит, что главная проблема в том, что люди не учатся на чужих ошибках, только на своих. Есть проблемы системные, например, с обучением личного состава, но и персональной мотивации что-то изучить у бойцов недостаточно. Только после совместного выполнения боевой задачи парни начали изучать матчасть, медицину, тактику действий, особенности района выполнения боевых задач. Если командиры не контролируют своих подчиненных, всему штатному оружию приходит пизда и точка. Исправлял пиздюлинами и сменой командиров, благо такое право у меня было. Игнорирование современных технологий очень странно было видеть ребят, которые только знают, что такое тепляк и ночник. Но не умеют пользоваться БПЛА, не закупают противоосколочные накидки против тепловизоров, не закупают нормальное снаряжение и т.д. Мавики есть, а вот операторов нет, пришлось исправлять. Есть куча видео в интернете, куча разных пособий, написанные нашими товарищами, которые простым языком все описывали. Но лень, хрен поборешь, видимо. А сколько осколочных ранений в живот, потому что были без бронежилетов или бронежилет не того уровня защиты, как картон. Тут вспоминается, конечно, как мобилизованным раздавали бронежилеты буквально из картона. Видимо, это тоже вина самих мобилизованных. Это ваша жизнь. Видите, что не обеспечивают? Купите себе бронежилет, не ленитесь его надевать. Шеи и плечи тоже должны быть защищены. Каска хорошая. Я видел много видео, как алкоголь, выливают прямо на землю. То есть на это можно найти деньги. И там ни одна, ни 10 бутылок. Там и ящики. А на свою защиту нет. На проститутку 300 тысяч потратить некоторые и могут, а броник купить нет. Ребята, поймите, командование может быть разное, но никто за вас выживать не будет. Сегодня пронесет, а завтра нет. Есть независимые от командования вещи, которые реально спасают жизни. Те же аптечки, про которые я недавно писал. Лени Авось «Плохие помощники на войне», заключает Анастасия Кашеварова. Ну, правда, почти под всеми ее словами можно написать «Поэтому бросай оружие, иди домой. Тебя там ждут родные. Типа, не полагайся на командование, тебе не выдали броник, тебе не выдали каску, тебе не выдали снаряжение, нихера не выдали, ничего не научили. Так домой иди». Ну, типа, чего ты ждешь-то? Но нет, Кашеварова призывает просто тратить деньги, значит, на бронежилеты. И тогда как-то вот, видимо, в мясной атаке тебя жилет твой спасет. Старши Эды добавляют, комментируя очередной случай ракетного удара врага по групповой цели, то есть по построению нашего личного состава в непосредственной близости от ЛБС с десятками погибших русских солдат, скажу, приказы на такие построения дает ни дегенерат, ни сволочь, ни подонок, хотя, безусловно, все эти эпитеты подходят к характеристикам данного лица. Приказ на такие построения отдает враг, предатель, и никто меня не переубедит в обратном. То же самое касается дружеского огня ПВО по нашим самолетам, то есть когда регулярно на одном и том же участке пускают ракеты по своим. Искать надо не дебила, который тупо хлопает глазами, а изменника, заключает телеграм-канал старши Эды. Что довольно иронично, потому что, как вы знаете, следом за этим был сбит российский самолет А-50У, довольно редкий самолет ДРЛО, которых у России типа осталось, не знаю, несколько штук, то есть вообще мало, и значит по этому поводу тоже все вновь начали охать и ахать ЗЭД-каналы, но они, конечно, говорят, что это все история, связанная с обстрелом собственными системами ПВО, что это не вражеские ракеты, но тут не так важно, натье от этого хуже или лучше не становится. Вот, например, один из ЗЭД-каналов пишет, Такими темпами неоправданных потерь к моменту массового прибытия в Украину истребителей F-16 наводить на них средства поражения будет уже решительно нечем, говорит один из ЗЭД-каналов. Рыбарь пишет, проблема взаимодействия ПВО и авиации всех видов не просто перезрела, сейчас эта проблема перешла в стадию преступной халатности, которая ведет к подрыву боеготовности отдельных видов и родов войск, и эту проблему, судя по всему, никто решать не хочет, заметая ее под стол. Подобное мы наблюдали на примере Черноморского флота, пишет он, который в итоге лишился значительной части своих мощностей, грозно надувая щеки. К закономерному решению в виде снятия командующего собственно Черноморским флотом и пристальному вниманию к деятельности Черноморского флота все же пришли, но какой ценой задается вопросом Рыбарь. Будем надеяться, что российский авиационный флот также будет уничтожен подчистую, добавляю я от себя. Военный осведомитель, несмотря на то, ответственность за это, место поражения борта не оставляет других вариантов, кроме дружественного огня. Российское ПВО буквально раз за разом истребляет российские же самолеты в своем тылу. Можно констатировать, что взаимодействие полностью провалено, управление развалено, а система свой-чужой отсутствует как явление. Больше нам нечего сказать, пишут они. И подводят себя под статью, потому что Владимир Владимирович Путин говорил всем этим Z-каналам, говорил всем этим комментаторам, что невозможна ситуация, когда будет сбит свой самолет своей же системой ПВО. Давайте вспомним его слова. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наша система ПВО не сработали бы. Техник. Так что на месте каналов этих я бы призадумался, так можно и на дискредитацию наговорить, тем более, что Z-каналы все активнее жалуются на то, что их действительно пытаются активно запугивать. Я говорил вам об этом уже много раз, что на самом деле уменьшение количества Z-натья связано не столько с уменьшением количества проблем, которые лишь нарастают, а с запугиванием, что буквально начинают прессовать. Мы это видели на примере Мурза недавно, который написал приблизительно к реальной цифру потерь России при взятии Авдеевки, которая делает абсолютно бессмысленным взятие Авдеевки с той точки зрения, что такое количество потрачено живой силой и техники, ну как бы не стоит захвата этих развалин, ну того, что осталось от Авдеевки, и за это его сначала начали травить вот эти самые охраноты, а потом уже военное командование начало угрожать полку, в котором он служил, что им перестанут давать всевозможные средства, ну там типа беспилотники, обмундирование, технику и прочее, если он свой пост не удалит. В итоге он удалил себя, но тем не менее понятно, что этот прессинг есть. Об этом же пишет и телеграм-канал Зергулио за этот канал. Спрашивают про удар по полигону во время построения вброс ли. Нет, не вброс, ребят, очень жалко, слов нет. Кстати, говорит Зергулио, системно начали запугивать любого, кто публикует неудобные материалы. Приходят сообщения в личку вроде того, что на скрине тонкость в том, что Министерство обороны в принципе в позднюю советскую газету. Ничего хорошего в этом нет. Объективная реальность обычно очень сильно бьет по завышенным и накрученным патриотическим ожиданиям, как это было осенью 2022 года, заключает он. Ну, очень странно, что он только сейчас этот процесс заметил. Я говорю, что этот процесс идет уже довольно активно и довольно долго, и об этом писали и другие каналы, но на такие сообщения жалуются, например, и Файтер Бомбер, который пишет, кто знает, это чьи боты рассылают. Там примерно такое же содержание сообщения, типа, вот вы дискортируете российскую армию, мы на вас там напишем доносы и прочее, прочее. Поэтому нытья в ЗЭТ-каналах будет меньше, так что черпаем ложками, пока доступно. Но это и хорошо, потому что чем меньше говорят о проблемах, тем меньше вероятность, что какой-нибудь командир, не знаю, прочитает про построение и как по ним пролетают, или какой-нибудь ПВОшник прочитает, что не по всем надо самолетам херачить, которые мимо пролетают, так что это могут быть свои, и могут как-то исправить свои ошибки. Поэтому чем меньше будет критики пусть их всех быстрее пересажают, ну или они как-то самоустранятся.